Всем огромный привет! С вами Аида, и я вас рада приветствовать на своем канале. Давно у нас с вами уже не было таких вот видео постановочных, потому что лето, лето это такая пора, когда хочется отдыхать, хочется путешествовать, хочется достигать чего-то. Поэтому очень много было видео о путешествиях, о нашем отдыхе, но уже наступила осень, и поэтому пора поговорить на тему, как мы будем обучать Камилу. Вообще на такое видео, на снятие этого видео меня подтолкнула моя зрительница. Я планировала снять такого рода видео, но немного попозже. Но так как она написала комментарий, я ей написала, что я отвечу, но только в видео, потому что когда ты пишешь, но не всегда можешь правильно сформулировать свою мысль, а если я ее формулирую, то нужно очень много писать. Поэтому в видео это будет более, наверное, продуктивным ответом. Но я расскажу вообще, какие у нас дальнейшие планы на обучение Камилы. Это видео, оно такое вот расслабленное, возле каминчика наконец-то исполнилась моя мечта. Мне вообще хочется, знаете, чтобы мы с вами были просто вот как знакомые, подруги, да, в каких-то лейтовых условиях, вот чтобы я снимала, не готовясь к этому видео. Я сейчас иду по своим делам. Вот ножки себе подберу. Иду по своим делам, я не накрашена. Я не готовилась к этому видео в плане внешнего вида. Вот я такая, какая я есть. Ну, давайте теперь я вам зачитаю вопрос. Ну, точнее, даже не вопрос, а комментарий. Добрый день, с началом учебного года. Ну, спасибо, добрый день, я с вами уже поздоровалась. Спасибо с началом учебного года. Хотела бы задать вам вопрос. Будут ли приходить Камиле, педагоги из школы или будет индивидуальное обучение? В прошлом году Камила выпустилась из специализированного садика Аварубыша. И мы были на ПМПК в городе Ивпатория, где нам дали заключение обучения по программе СИПР. И у нас семейная форма обучения. Что такое наша семейная форма обучения? Это мы закреплены из школы по прописке. И я ее педагог, я ее обучаю вот по этой программе. Экзаменов мы пока ничего не сдавали. Сейчас мы по документам перешли во второй класс. Но вот я не знаю, что будет и как будет дальше. Мне пока никто из школы не звонил, и я сама тоже не звонила. 15 сентября выходит уже с отпуска наш психиатр. Нам нужно сходить к нему на осмотр. И буду через него уже записываться на центральное ПМПК. Почему? Потому что... Сейчас вот дальше дочитаю и уже буду отвечать. Сейчас по закону все дети, независимо от диагноза, должны обучаться. А вот согласна. Сейчас по закону Российской Федерации все должны обучаться. Раньше делали какие-то необучаемые категории и так далее, и так далее. Но сейчас их всех, скажем так, вот сделали обучаемые. Я не против. Я даже двумя ногами за обучение. Потому что такие детки должны быть социализированы, и с ними должны заниматься педагоги. Но я против такого обучаемой категории, которую сделали у нас. То есть они нам дали обучаемую категорию, и при этом, при всем, все, всю вот эту вот программу СИПР навесили на меня. У меня знакомая педагог, да, и она говорит, вот она педагог, да, но она не педагог, не специалист занятий с такими детьми. То есть с такими детками занимаются другие специалисты. Даже бы я не смогла бы с ней заниматься. Но представляете, я, мама, как я могу с ней заниматься? То есть нам вроде бы и дали обучаемую категорию, но при этом, как бы, твой ребенок, типа, да, ты занимайся. Я бы не была бы против, если бы к нам домой приходили, либо лучше было бы, конечно, чтобы я ее водила в эту школу, чтобы она хоть как-то видела другую среду, другую жизнь. То, что мы постоянно дома, да, ну, выходим, гулять два раза в день, это не то. И она была бы, как бы, и дисциплинирована больше, и, возможно, у нас пошли бы, ну, лучшие улучшения в плане ее занятий. У нас, например, к обездвиженным и особо тяжелым детям приходят на дом педагоги из коллекционных школ. А также мама с детьми приходит на индивидуальную школу, оставляя ребенка на два часа с педагогом. Там с ними занимаются, и даже с тяжелыми. Ну, у нас тоже раньше вот приходили к тяжелым, я знаю, у нас знакомый тяжелый ребенок, приходили к ним на дом заниматься. Я знаю, что даже и приходят кому-то на дом заниматься, да, но я не знаю, почему у нас такая ситуация. То есть нам даже этот вариант не предложили. То есть нам предложили какой вариант? Даже школа у нас дискоррекционная, 15-я, да, нам даже этот вариант вообще не предложили. Нам предложили сразу семейное обучение. Или второй вариант, это Белогорский интернат. Но условия Белогорского интерната нас не устраивают. Поэтому, конечно же, мы согласились на семейное обучение. Вообще, еще раз повторюсь, я не против, чтобы к нам приходили. Только за, было бы лучше еще, если бы мы ходили вот хотя бы 2 часа, чтобы с ней занимались. Это было бы вообще в идеале. На дом задают какие-то задания. Семейное обучение, возможно, если родитель педагог. Ну, вот я не педагог, у меня нет педагогического образования. Но, тем не менее, вот семейное обучение нам дали. А также должны быть реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями. Там занятия с дефектологами, логопедами и так далее, бесплатно. Или в Крыму другая ситуация. У нас есть в городе реабилитационный центр, недалеко от нашего дома. Но, вот, мы туда ходили. Я ходила, точнее, да, записывать Камилочку на занятия. Скорее всего, как бы мы пошли, и через энное количество времени произошел этот карантин. Ну, я вот, наверное, с понедельника с ними уже созвонюсь, схожу, спрошу, нужно какие документы сдать, чтобы хоть какое-то было развлечение. Но, насколько я поняла, я не утверждаю, я должна ее приводить и там с ней быть. Вот. То есть не оставлять и уходить, а там с ней быть. Не знаю, это всегда, на всех занятиях, или это на одном каком-то занятии, на другие я могу уходить. Я не знаю, но это лучше, чем ничего, серьезно. Здесь не идет речь о деньгах, да. Мы ее водили в логопедический центр. К нам домой приходила логопед-дефектолог заниматься. Мы готовы платить, но мы готовы платить за результат, что в том случае, что в том случае, да, результата мы не увидели. Я понимаю, что с такими детьми там нужно заниматься очень долгое время, чтобы появился результат. Но, когда ты занимаешься полтора года, и мы занимались когда пять дней, когда шесть, когда семь дней, ну, пять дней это у нас было стабильно, и никакого результата мы не увидели. Причем, при всем, плюс к этим занятиям, она ходила в специализированные сады, где у них был психолог, педагог и дефектолог, и еще плюс там с ней занимались. И мы никакого результата, ни из всего этого комплекса, что мы делали, мы не увидели. В пенсии я, например, очень много денег, мы уже с заболеванием Камилы, но я не знаю, правильно ли это будет сказать, что мы выбросили на ветер. Поэтому я теперь очень осторожно подхожу к выбору врачей, препаратов, лечения какого-то, диеты. Ай! Подвинула ножка. Диет. Почему я к этому отношусь так вот очень с опаской? Потому что, ребят, ну, у меня нет аппарата, который печатает деньги. И, честно, мне уже надоело выкидывать деньги, не пойми куда. Я готова платить за результат. А вот то, что мы получаем, да, ну, оно того вообще не стоит этих денег. Сейчас мы с ней занимаемся. Мы купили очень много развивающих игрушек, развивающих различных. И мы с ней занимаемся несколько раз в день. Начали мы это активное занятие с 1 сентября, ну, как положено, у всех учебный год. И вот мы начали заниматься. Хотелось бы мне найти хорошего педагога. Ну, вот тоже, ребят, хороший педагог стоит, конечно, там и денег очень хороших. Поэтому пока мы с ней занимаемся на дому, мы очень много денег потратили на развивачки. Сейчас работаю активно для того, чтобы, если мы найдем хорошего педагога, чтобы мы водили Камилочку на занятия. Плюс еще вот тот центр бесплатный. И было бы, ну, классно, да. А мне очень многие советовали посетить центр реабилитационный, наверное, реабилитационный называется, да, я не знаю, Лынской в городе Симферополь. Ребят, ну, чтобы туда ездить, это надо 3 раза в неделю минимум ездить. Но никто не будет ее возить. Переехать в Симферополь мы тоже пока не можем. Возможно, у нас в перспективе это и будет. Но пока это как бы неосуществимо. Съездить, да, я хочу просто на консультацию. Послушать, что они предлагают, что они говорят. Вообще, конечно, у меня в планах, еще было в прошлом году, но из-за того, что у нас были финансовые трудности, проблемы на работе, я не смогла пройти курс у Юлии Эрнст на биотерапевта. В этом году этот же курс будет с конца октября. И я хочу его пройти. Хочу его пройти, хочу сама закончить курс биотерапевта. Смотрю сейчас очень много видеороликов на Ютубе. Если вы знаете какие-то каналы, которые обучают родителей биотерапии, девочки, скидывайте мне, пожалуйста, ссылочки. Можете внизу в комментариях или же в WhatsApp, в Instagram. В общем, куда вам удобно. Сейчас смотрю, обучаюсь. Вообще, конечно, так как ты со своим ребенком будешь заниматься, ни один специалист не будет заниматься, поэтому, наверное, дешевле и продуктивнее вложить в свое образование биотерапевта, чем водить ее, например, куда-то на занятия. А вот сейчас у нас план реабилитации. Я вам об этом расскажу в отдельном видео. Ну, с реабилитацией, естественно же, это у нас усиленные занятия. Дай вам, чтобы у нас все получилось, все было хорошо. Новый учебный год, новая учебная, новая реабилитационная пора. Я надеюсь, что она нам принесет очень много радости и положительной динамики в развитии Камилочки, потому что она растет и становится с ней все сложнее и сложнее в любом отношении, да, поэтому нужно ее научить хотя бы каким-то...